Украинские защитники продолжают каждый день держать все направления фронта. Самым горячим сейчас восток Украины. В лесах лиманского направления россияне постоянно применяют артиллерию и обстреливают из танков. Об этом рассказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. Он добавил, что вместе с тем нового вооружения у оккупантов не было. В лесах есть свои особенности ведения боя, сказал Александр Дорошенко. Они отличаются от города и россияне могут совершать определенные наступательные операции, понимая местность. Но вопросы, будут ли они успешны, техника у врага есть. Русские постоянно применяют артиллерию, а обстреливают в лесах. Есть техника. По лесным дорогам можно применить танки, броню. Танки в лесах работают, отметил военный. Впрочем, какую-либо новую технику или вооружение российские оккупанты не применяют. Новый Т-90. Или сказать, что там, на лиманском направлении какой-то ударный кулак сконцентрирован не могу. Но попытки нас оттеснить поближе к Ямполе или Лиману у оккупантов желание есть. Вопрос, удастся ли, сообщил в эфире Дорошенко. В эфире 24-го канала ведущий озвучил данные по продвижению оккупантов на 3-4 километра с начала 2023 года. В частности, западные аналитики пишут, что российское наступление захлебнется, в том числе и в Уганской области. Не рано делать такие выводы. У них было успехи продвижения на несколько километров. Удачные действия со стороны россиян были, но не больше. До нескольких сотен метров, до километров могли двигаться. То, что пишут эксперты, могут подтвердить, сказал военный. Украинские защитники за всех сил держат фронт и отступать не собираются. Впрочем, им необходимо усиление в виде техники.